всех приветствую сегодня решил прогуляться приморозило у нас воскресенье тут когда-то я пробежался летом сейчас уже точно не помню и за шунгитил все это дело все вот эти вот церкви и вот такие изменения и не знаю что это такое для чего это тут приделали непонятно вот такие вот изменения небольшие пока ну там возле собора еще видел изменения сейчас пройду туда и там покажу там уже все посерьезней в общем это вот время прошло после я не помню точно правда когда я прошелся то ли в июне то ли в июле месяце прошелся эту операцию проделал сейчас еще посмотрим вокруг пройду может еще что-то увижу вот тут кстати на окнах круги сейчас я посмотрю на других тут возможно тоже когда-то был мегатрон не исключаю этого в данный момент они пустые нет ничего в них и вот там возможно тоже но не факт непонятно вроде не было в данный момент так выглядит что ничего не было хотя вот внутренние дам не какие-то неровные посмотрим дальше вот я на прошлой неделе мимо собора проходила там вот там гораздо все интереснее работы идут сейчас мы дойдем туда кстати тут я тоже одну ерунду видел в вернигородах там ролик я показывал никто на внимание на это не обращает там очень много таких странных вещей с отверстиями виде замочной скважины потом там водопадик такой миниатюрный возле дома тоже никто внимания не обращал но это конечно по теме канал только в плюс это его тема по сбору гаваха я тут 1 мая проходила вот теперь еще раз решил пройти уже в конце ноября посмотреть какие изменения произошли то времени нету то погоды нету в общем как-то так вот это вот приделали тут интересно но это уже давненько приделали на первый взгляд вроде ничего особенного нету да тут вот висят таблички разные с описаниями какими-то не читала еще ничего что тут какие-то даты немножко ну ладно сейчас посмотрим в принципе я не вижу каких-то древних дат в основном что-то свежий а вот посмотрите наверх вот это что такое это для чего вот это самое прикольное пожалуй похоже на какую-то антенну причем мощные там сверху какие-то типа антенок но это скорее всего от голубей вот эти вот такие проволочки чтобы они там не садились и все сюда никак бы не 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 гадили ну вот такая вот кстати мегатрон тут тоже вот довольно мощный я не знаю в диаметре сейчас скажу примерно в диаметре он но если вот этот внутренний круг взять который поменьше он где-то около двух метров может быть даже больше отсюда как бы высоковато немножко но не исключаю что немного больше вот же блин не дойду я пока до собора сейчас придется вернуться мне я захотел у собора проверить еще напряжение придется вернуться за мультиметром так народ сходил и за мультиметром и тут заодно по дороге вспомнил я вот эту мартини кирхи пару раз по моему показывал не помню точно даже и все время забывал показать тут еще интересно но то что видите перепад какой с той стороны получается там совсем ровно тут уже вот метра полтора и туда как бы вправо уходит больше то есть куда уклон туда получается больше откопано это как правило и везде где бы я не смотрел везде одно и то же ну и тут еще вот видите сколько там помещение еще я не представляю честно говоря и куда вообще-то можно войти отсюда ну вот глубина везде там пару метров дверь кстати дверь большоватая по моему она больше двух метров вот тут еще вот такая вот она и окна это к вопросу как в другой там я спрашивал мне подвалов нету и все тут пожалуй на сегодня все отправляюсь я отсюда туда сейчас там по порядку там как раз по моему они еще не закончили хотя не уверен но ограждения какие-то стоят на может это уже другие ограждения сейчас мы там пройдемся а потом следующую лип франкир хину те маленькие я не уверен что там идет работа по сбору гаваха или просто сказать энергии но тем не менее хотя бы одну как минимум я посмотрю ну в принципе солнечная погода надо пользоваться случаем может кому-то пригодится такое стоковое видео заодно немножко от сниму так материала для тех кто монтирует ролики а то там смотрю за 20 секунд люди готовы удавиться поэтому надо все это менять будут вот стоит типа скульптура да очень она странная похоже на песчаник ну и так мы подходим к интересному в общем-то тротуары тут в основном гранитные это понятно серый гранит такой вот мелкий но и делают ровные там камни и даже они используются на дорогах и в общем то они тоже довольно долговечные вот эти уже прямоугольные камни они ровные аккуратные их ложить легко долго служат и вот тут что я с тех пор увидел интересно вот тут такой старую булыжную вкладывают вот такой вот гранитный ровные камни и сейчас я по ней пройдусь в общем 21 год тут я живу все было нормально но я понимаю туристы и много хорошо и как бы для удобства движения это намного удобней только у меня вопрос почему именно гранит могли бы взять как везде тротуары ложат причем сейчас я надеюсь увижу толщина этого гранита намного вот что мы видим она намного толще кстати вот там на изгибах как-то показывал были not честно скажу у меня такое огромное желание квадрокоптером вот все бы поверхность снять крыши но нельзя тут снимать квадрокоптером вот там такие мегатроны виде прикольные не в общем-то часто встречаются чуть ли не везде вот они еще не закончили в принципе сейчас холодно даже не знаю будут они ложить не будут все таки уже как бы минусовая с утра правда они все накрыли не уверен что увижу эти камни гранитные теперь толщину их не там еще что интересно увидел прошлый раз это вообще прикол сейчас я покажу я как-то проходил тут и не мог понять там слепили вот эти вот видите вот ниши где что-то когда-то были какие-то фигуры или еще что-то не знаю может какие-то конденсаторы стояли учиться приблизи чтобы было понятней вот эти вот они практически все пустые ну может быть статуи стояли не исключаю и там я проходил дальше вот они сейчас снова закрыты и думаю что они там закрыли оказывается они вот эти новые статую которые там сделали из песчаника они их на зиму закрывают потому что материал явно совсем другой использовался он стоит веками нынешний материал который сегодня используют его надо защищать фиот они статую таким образом я честно не знаю вот этот материал у них есть такой они реставрацию проводят ну типа цемента да такой же как песчаник точно выглядит потом не знаю какая у него прочность если у него высокая прочность почему бы с него просто не вылететь и фигуры и вот такой ерундой представляете заниматься просто их закрывают ну вот тут я сейчас наверное проверю людей немного да в принципе мне как-то по барабану будут смотреть скажем там с мультиметром лазит вот тут как раз шишечка торчит сейчас я тут проверю но результат либо покажу либо скажу если результат будет скорее всего я покажу чтобы это было наглядно если нет значит потом расскажу ну в общем вот решил все-таки я показать во-первых зараза падает видите за сотню такого просто я возле собора сижу больше сотни микровольт вот что почти 140 до 160 микровольт такого нигде у меня еще никогда не было вот я держу в руках пальцах в районе 150 микро да ну он там что-то даже пропрыгивает очень сильно не знаю как это с чем связано сейчас я попробую к этому металлу прикоснуться вот но тут немножко падения пошло почему-то а вот рядом сижу просто сижу рядом вот он подымается она растет напряжение понимаете все-таки это работает и я так понимаю надо мне опять съездить к чистому источнику ну заодно воды наберу шунгитики туда половинку и половинки снова сюда привезти шунгит у меня есть вот эти работы их не как бы нас не пугая сейчас я еще пройдусь дальше скажу что там интересного заодно чуть-чуть сниму материала может быть кому-то пригодится в общем он прыгает то падает подымается но такого результата честно вам скажу я еще не видел нигде конечно тут бы я все-таки все-таки у меня немножко скалероз наждачку я все-таки забыл я не могу вот эту металл но он принципе не знаю хорошо видно что он практически не ржавый но зачистить чуть-чуть не помешало бы представляете я не знаю когда его сюда вставили какое время а если это оригинальный то по истории как бы ему 500 больше 500 500 лет а металл вот в таком состоянии ну даже если уже новый скажем для тех кто понимает там 200-300 лет то все равно вот так сохранится металл это как-то очень-очень серьезно но это я подозреваю так технический колодец ну подозреваю также что и там все-таки все старое где используется сейчас смысле помещения старые ну тут меня сразу мысль посетила свеженький сейчас посмотрю открыто там или нет так как я все-таки с мультиметром зайти и внутри поверить о как раз открыто круто сейчас я пойду проверю мультиметром все это внутри в разных местах так почему-то у меня этот стабилизатор врет опять он криво показа часа перестартую так вроде выровнял все-таки может кому-то этот материал пригодится пусть будет хоть более-менее нормальный звук удалять это думаю кто занимается роликами все знают мне все равно что то он начинает криво идти но и по поводу вот этого мегатрона но этот совсем огромный просто огроменный вот сколько он диаметре внутренней но там думаю метра 3 хотя можете 4 она все-таки высоковато сориентироваться проблематично но это ладно что я тут еще заметил изменения сейчас я подниму на виду где это я видел а вот она нашел и приближу после за шунги чего не вот это вот появилась штучка там смотрите ухты промазал чуть-чуть вот сейчас ее к середине подвожу в окне видите стоит маленькая такая мини башенька не было ее там тоже новенькая внедрили вот такие вот новости тут по собору это гранитная дорожка строится но придется мне дождаться пока гранитная дорожка достроиться а потом это дело тут обработать потому что если я сейчас я сделаю это будет бесполезно кстати была крыша вот эти шпилей были покрыты сланцевым камнем но потом почему-то они сделали сейчас медь я еще это как-то проходила прикололся не собираются ли они тут свободную энергию уже собирать ну и пройдусь посмотрю еще может что-нибудь увижу сейчас конечно пойду вовнутрь замеряю напряжение может даже и сниму хотя лишний раз платить уже не охота за съемку платить надо соборе он до входа по крайней мере точно платить не на выключу дверцы так близко к четырем метрам все тут уже охрана стоит включая ну в общем то в принципе то же самое то же самое там 130 140 потихоньку подымается не стало долго это проверять принципе увидел такое плавно идет в общем сразу мультиметр берешь вроде раз там 30 40 и потом потихоньку потихоньку начинает расти какой-то мультиметр сразу не может определить ну все пошел я дальше ну то что литьем не это понятно вот тут даже по центру видно вот каем очка такая вот она по центру видите по кругу идет как остаток литье это хорошо только вот я вижу тут разный камень мне непонятно как его полировали 11 камень под полировать это одно но вот когда они разные не совсем не это понятно так собором все это такой небольшой фрагмент может быть кому-нибудь когда-нибудь и пригодится сейчас пойду клип фраункирхи посмотрю что там есть какие-нибудь изменения или нет ну вот это типа такой памятник да вроде еврейский как бы но если это памятник то извините меня кто я тогда не знаю не исключаю что это именно для сбора поставлено но если это для сбора это ставили не евреи а жиды кстати я там помню уже показывал нет вот это напротив я вот который смотрю дом это дом престарелых тут где-то было отверстие как раз туда смотрит хоп туда камушек кто-то засунул ну сюда тоже положим на всякий пожарный потом кстати по стоковом видео не конечно хотел другую музыку добавлять мне все-таки другая больше нравится ну и тубовскую похоже можно вот к этим креатив кому он добавлять почему-то камера иногда дергается мне совсем не нравится но это конечно как бы и не камера совсем даже все таки телефон блин хотя сейчас новую смотрел там есть уже совсем крутые на телефонах камеры еще круче но честно говоря камера есть камера камеры осмотрел к сожалению там наверное производители камер каждую функцию поделили между собой и в общем как я заинтересовался думаю камеру посмотрю начал интересоваться а там такая петрушка у одних зум отличный у других стабилизация у третьих стабилизатор и там чё еще какие функции короче у всех все они разбиты по крутым камерами в общем-то я не нашел чтобы одну камеру и в ней все было тип-топ понимаете но я пришел к меню к тому что они наверное между собой каждую функцию поделили и чтобы и те и те и другие покупали хочешь с этой функции покупая эту хочешь с этой покупает в общем-то ну более-менее две хорошие функции можно найти чтобы были в одной такой камере доступной хотя я посчитал там со стабилизатором с микрофоном со всеми приблудами в то время обходилось в 2000 где-то евро то сейчас наверное подозреваю будет дороже цены растут как грибы и так подхожу я клип франкирхи но всю дорогу показать не буду сейчас подойду посмотрим конечно можно сказать это совпадение просто но вы представляете вы же видели издалека я шел и показывал это специально что тут и заборчики стоят и контейнеры с камнями в общем-то работы тут тоже похоже начинаются какие пока не знаю пока вроде вижу какие-то трубы начали менять ну трубы согласен надо менять иногда не знаю они в плохом состоянии или нет это надо посмотреть попозже посмотрю ну и тут я уже показывал такой странный элемент архитектуры покореженный или как александр говорит разозленный гранит вот просто сверлами вырезали вот такой прямоугольник и сюда на бетонные просто вот бетонные два фундамента с этой стороны просто отколотый и по направлению смотрит он точно вот точно на те камни которые вот я сказал если как памятник еврея если по сбору то жиды установили но с этой стороны видать он уже был такой изначально снизу к сожалению не видно блин надо лечь чтоб туда заглянуть не поймут меня люди да и как бы не самому не хочется ложиться честно говоря в общем работы тут тоже начались полным ходом ну и сейчас пробегусь еще одну маленькую посмотрю тут я зашел в лип раунд кирхи чтобы отснять вот эти плиты которые вдоль стен стоят но довольно быстро понял что их надо все фотографировать и внимательно рассматривать на некоторых плитах я видел сразу по три шестерки думал сначала дата написано присмотрелся нет не похоже это на даты в общем смотреть надо оригинальный звук пришлось и удалить там такая приятная мелодия играла чем-то напоминает энигму проверил попробовал выложить сразу монетизацию закрыли и еще с одного сюжета пришлось тоже звук убрать потом я ну в смысле сейчас добавлю музыку а потом скажу в каком сюжете до сих пор Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Продолжение следует...